Современные дети очень отличаются от меня в детстве и от моих племянников. Во-первых, они мыслят быстрее. Потом все достижения, которые были достигнуты нашей цивилизацией, они уже проходят это в тезисах, они уже впереди планеты всей. И поэтому понятно, что им не понять нас, почему-то мы такие заскорузлые, а нам не понять их, почему-то они не хотят нас слушать, почему-то им скучно вдруг бывает. Единственное, что осталось в детях неизменно, это то детское восприятие мира. Ну, например, восхищение животными, потрясение от распускающегося цветочка, желание удивлять родителей и слышать похвалу за то, что он выучил новое стихотворение. Вот мне кажется, что в любые времена дети будут всегда вот этим одинаковы. Конечно же, дети, которые подходят к окну и вот так вот по стеклу пытаются раздвинуть изображение, это сейчас практически в каждой семье. Первый случай меня очень... Это был шок, когда мне впервые про это рассказали. Поэтому я считаю, что и навязывать им свою волю и свои знания не надо так сильно активно. Вообще так же относиться, как к себе. Если тебе приходят и говорят только так, только диктат по отношению к тебе в любой сфере, ты будешь воспринимать это контрпродуктивно, плохо, это неприемлемо. Бунтарь. То же самое и с детьми. Но действительно, вы знаете, есть еще такая ситуация, это когда влияние наркотиков на детей. В моем детстве мы вообще даже представления об этом не знали. Поэтому я считаю, что в этом случае виноваты только взрослые. Потому что ребенок, он незамутненный сознанием, он не знает, что это плохо. Он не понимает. Его надо ограждать аккуратненько и осторожно. Вот.